Сюда летит, короче, просто 500 миллиардов вертолетов, 300 тысяч кораблей спецназа, просто вся армия Америки, морские котики, все плывут на этот остров, чтобы спасать двух людей. Чпойник. Абэйс и Y. Пульс, 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 пульс. Чисто футбол. Пульс, 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 пульс. В жопу себе засунь. Пульс, спасибо. Раз, 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 профессионал. Все, сдри с ним. Абэйкс и Y. Хорошо, что я не выбрал сбежать, а не залезть в холодильник. Потому что я бы подумал, ага, ну второй раз залезать куда-то 100% не надо, и побежал бы, и поиграли бы. все молодец валью я видел очень смешной видос как чувак захотел короче украсть холодильник спрятался в него и хотел дождаться закрытия магазина но этот холодильник взяли и увезли короче клиенту и чего такое а ой доберитесь до маяка выберитесь из процедурной да мне вообще похорен эх что это надо найти другой выход ну ты мыслишь конечно разумно а здесь было так открыто разве по-моему нет оба из грех вкуснятина так у тебя камера есть с ними потом покажешь все охренеют чисто клип хаски никогда не будь так наверное в такие моменты лучше не шифтить гигантский дом он снаружи выгодил не таким большим дофига у холодильников и реально очень странно что подобную опять скример подобную хренотень все жертвы его приезжали без какого-либо оружия нет ни скример а чуть осмотреть господи гаррисон ли что за гаррисон ли я забыл уже кто это что он весь в точечках петрянкой заболел может гаррисон ли это короче тот кто а может с нам объяснят ну да мистер ли гаррисон окей читаем мистер ли гаррисон 175 06 10 22 в 4 27 констатирована смерть от удушья тело помыто заморозка не требуется так как уже подготовлен раствор формальдегида объект перемещен в процедурную для начала бальзамирования 07 10 спустя день начальная стадия разложения прошла без внешних признаков подходящий обратить для создания нематроника ведение фиксирующего раствора формальдегида сердечно сосудить систему объектов процесс введения раствора завершён 4 часа 30 минут был объект помещен в емкость с ацетоном повторная проверка через 24 часа и 8 10 обработка ацетоном завершена без негативных последствий признаков ригидности пока не выявлено повторный проект через 48 часов ладно ну окей этот ли это короче походу тот челик это мы тоже можем отодвинуть не не можем это короче тот челик которому писала жена по моему карточку которого мы нашли можете что-то путаю так осмотреть может не надо давай не будем включать я просто не знаю в такие моменты типа может маньяк прийти из-за того что мы с тобой аккуратно что лучше не наступать может ли маньяк прийти из-за того что мы с тобой включили кассету наверное может поэтому вот так вот все аккуратненько идеальный чисто мостик для нас ну чё не идешь в чем проблема то ты не можешь вылезти для на ширину какой люк открыть дурачок что люк открыть ну давай щас там пик точеные да на просто супер а то есть нужно подняться наверх и вот эту штуку уронить как нам подняться наверх вопрос хороший а реально как наверх то подняться а может быть здесь реально где-то лестница где-то вот здесь или вот это что-то такое нет это просто телефон все завалено мусором завалено точнее так как нам наверху то быть офига манекен здорово для ну криповень как конечно так лестница сломана но мы можем с тобой подвинуть ящик а куда а я понял а я все понял такая идеально ровная стена согласись просто берем с тобой на уверенности пачки припарковались так и лезем грохот мне кажется будет просто вес если он шел домой он по логике должен его искать теперь дома но именно по логике всех темных картинок оля он их прям здесь положил хранить но по логике всех темных картинок для еще с обосрался свои же тени должно быть так что типа нет он как бы нас не услышал но при этом все равно здесь патрулирует дичь и бред полнейший потому что там гигантский дом просто в котором краски фига ты тут келял всех вот у него гигантский дом но он будет именно здесь ошиваться это странно тихо так и чё а как а по а нет у нас к этой роль просто всегда все что-то скидывать ломать и так далее фига ты прыгнул об x y а тут прикольно что он спрыгнул и нам не пришлось обратно все это фигачить залезть 1 у нас уже пыталась найти какие-то скрытые штуки у нас одна уже пыталась найти кончилось это не очень хорошо я думаю она выжила опять же таки что-то мне подсказывает что все нормально так а вот здесь сейчас нужно не то что не сломаться здесь нужно не звездануться нормально пробежчика а б икс игрек непрочная хренатень поэтому а б икс игрек а б икс игрек сейчас будет а б икс игрек готовься конечно успел паровки даже ничего не нажимал просто молодец но маяк то как бы там сейчас мы снова возвращаемся к нашей героине которая типа упала и разбился на самом деле нет но естественно а б икс игрек все тихо спокойно успокойся блин я не понимаю время 358 то есть типа если он все время гонялся за ней затем чуваком он не мог гоняться потом он ушел начал гоняться за тем чуваком пройдите через здесь убегите от дюмэта бежим тык и тык тык и тык это дюмет такой дурачок типа всех убивает но при этом у него нет собой пистолета странно упа чуть такое а ничего ладно мне всегда в подобных штуках интересно что-то изучать смотреть но просто также мне интересно сохранять всех персонажей коль это часть игры так здесь здесь можно пройти я думала снаружи будет не так страшно слушай но здесь реально не так страшно здесь можно хоть заранее посмотреть кто где появился в отличие от дома к ты просто так поворачиваешься на 180 он стоит перед твоим лицом так все он оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп окей для прикинь если бы это все происходило бы не ночью по канонам хорроров просто днем максимально солнечный день но б господи обратно а б x y тут еще прикол в том что я иногда просто с тобой начинаю заговариваться и ну логично что в мыслях и так не сосредоточен так ну замочная скважина у нас крючок кроме фонарика нет понятно спасибо игра что напомнила это кости чё это а это просто дерево то есть здесь он короче пили дерево и о смотри чё смотреть там ключик да смотри как удачно ой рука чья-то в крови есть а те рука не смущает или это всего лишь окровавленный манекен вы с тобой кстати прочитали что этот чем реально делает аниматроников из людей типа совмещая манекены и живых трупецких ну ты понял но это конечно жутковато но по сути этот концепт мы с тобой видели в крыгере но это манекен ему руку отрезали нет это не манекен а кто это труп мужчины а это не манекен оля что-то его не это ничего с ним не сделал там что-то его здесь оставил и что он ему руку отрезали и что нет с этой информации что делать я тут что-то должен найти а фонарик и что это еще работает до большой фонарь такой знаешь максимально беспаливный не привлекает внимание как раз то что нам нужно обосраться но зачем ну воду он же сами не полезет не знаю я бы если бы ну они типа футболках вода не должна прям быть очень холодной просто как-нибудь отплыть куда-то на безопасное расстояние я не знаю мы с тобой скорее всего должны дальше бежать на левый час я не очень помню там есть вообще путь вроде да да смотри-ка опачки всего сейчас фонарик нам должен помочь его увидеть как-то наверное убегите осмотрите фермерский дом почему я должен что-то осматривать изучать когда тут прям жесть происходит ночи здесь и сидит собака а bx y она может жрет кого-то хотя скулит вроде звук другой а или это мы камнем засадили она а bx y просто знаешь была бы возможность об назвал эту серию а bx y просто когда видос точно ничего не наберет зашел а эти сказал да и он именно сюда пришел тиши мальчик я тебя не трону а нельзя собаку натравить на эту дурочка сейчас будет натравить или бежать наверное лучше натравить а бx y о охренеть да топор против розочки хранитель слева стоит смотри видел дурочка пока ты чё собаку решила кухнуть зачем не над собаку убивать вы чё нет 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 мы вы меня потом сожрете в комментах если я убью пёселя но если из-за этого погибет наша героиня это еще тупей а бx y сейчас собака на него просто прыгнет и мы убежим смотри ну ёпт прыгай то я тоже думал как крышечка все найс бежим и тигарин от собаку трогать а бx y а бx y охренеть файканулись разработчики с томатным сока прикольно вот такие моменты люблю все беги он даже не собаку кокнул он пульс 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 я профессионал пульса давай пульс ну или просто свали отсюда ой нормально правильный выбор сделали он бы и так дом проверил ну серьезно а так нормально все Ой, хорошо Ага, плохо Все плохо Все плохо Маяк Марк Маяк 402 Просто поминутно все расписано Сейчас мы с тобой вдвоем, короче, с ним встретимся И он нас походу двоих кокнет Но я хочу верить, что так не будет Верить и надеяться Открытое окно Ну потому что Марк уже на маяке А эта девушка побежала на маяк Но она спалилась на каком-то там таймере А эта штука должна быть у него на базе По логике У него не должно быть каких-то современных супер-пупер часов Apple Watch Которые ему передают сигнал Да будет свет Угу, фига ты пафосный Я бы на твоем месте Не был бы так уверен Зажгите свет на маяке, а смейте маяк Нет, ну нам 100% звездец Потому что она реально задела вот эту штучку Ля, звездец А можно типа фонарик? Охренеть, я ничего не вижу Ля, так-то маяк довольно-таки уютная штука Короче, в прошлом, по-моему, еще году проходил игру Там такая уютная спаленка была Это просто пипец То есть видишь, тут прям полноценный дом Так, тихо А что это я так бегу и ничего не изучаю? Смотреть Марк и Дженнифер Эдвардс Спасибо Кто это? У меня очень плохая память Реально вот на всякие имена, фамилии, прочие штуки Ключ, кстати, берем Ну, конечно Блин, я ничего не пропустил там сзади Похоже, на острове есть еще лодка Че? Че ты сказал? Лодка есть на острове? Твою ж мать! Уж лучше собака Я все это время мог фоткать? Серьезно? Логично, это вспышка Но что-то я вообще не думал РТ нажимать Так, аккуратно Вначале вот это читаем 7 июля 1965 год Кларенс Думаю, стоит сообщить тебе новости Ведь ты не приезжал ко мне уже 6 месяцев У меня родился сын Несколько недель назад Ты мне нужен, и я не справлюсь В одиночку Мои родители помогают, но они уже совсем старые Кларенс, пожалуйста, вернись домой Мюндей Ммм Че-то я запютался Офицер Мюндей? Это вот этот вот? Или кто? Фига, фотограф теперь, все, нормально Так, а где мы вошли? На острове, говорит, есть лодка Так, мы вот здесь вошли Идем против часовой стрелки Где я? Блядь, что происходит? Почему такие близкие дистанции? У меня вид от третьего лица Это ж неудобно Вот, и вот это уже финалочка прям Ну, в плане маяка Хотя, возможно, и игры Знаешь, вот часто бывает, что такая финальная, последняя локация До которой нужно добраться во что бы то ни стало И вот, по сути, мы с тобой уже на верном пути Но смотрите, у маяка, конечно, каждый день туда лазить Это звездец Это я согласен Но круто, что у него там столько комнат Прикольных А, Б, Икс, Икс А, Б, Икс, Икс Фига, маяк Давай вспышку в него вставим и нормально Или просто запустим Осмотреть Там моему кнопок не хватает РТ Секунду Секунду Осмотреться надо Ну, ну нет В смысле, ну нет Ну там не пройти Ну здесь при... А здесь можно, кстати А давай попробуем Ля, хотя она выгодит на соплях Внача... Я не знаю, что делать Вот, прикинь, сейчас просто мы провалимся И не подадим сигнал Нелогично, да? Поэтому давай вначале запустим А потом, если что, туда полезем Может, он не работает Давай, зашките свет кучу Ага А система управления, наверное, там, да? Или нет? Наверное, да Это, конечно, очень странно Должно быть, конечно, внизу А, Б, Икс, Икс Да все нормально А мне интересно, вообще Вот этот момент можно зафейлить? Потому что, по факту, я джойстиком просто жму Вправо Все И где система управления? А, здесь Снятие этой пломбы Это федеральное преступление Да забей Какое нахрен преступление? Все, преступник Ты живой Молодец А, Б, Икс, Икс Самый неподходящий щиток нас все-таки долбанул Звездец Ну, хорошо, не улетели О, мое любимое Ну все, чиним Зажгите свет Изи Изи, изи Вот здесь мы, кстати, в безопасности Это ничего точно сюда не полезет А у него только Нет? Не понял А я не могу взаимодействовать То есть, мне нужно реально что-то спуститься вниз Что-то сделать Охранить задачек Вы нас задавали Туда-сюда Туда-сюда Ну, штука выглядит, конечно, звездец небезопасно Ну, допустим А, или теперь мы с тобой можем его зажечь Что-то я не понял Лампочка загорелась Наверное, да Да Ау Нет Да Что-то запускается Сейчас база такой Чисто минус глаза Не надо смотреть на него Курс изменен Так, все, мы подали сигнал Сюда летит, короче, просто Пятьсот миллиардов вертолетов Триста тысяч кораблей спецназа Просто вся армия Америки Морские котики Все плывут на этот остров, чтобы спасать двух людей АБХ, ИГР Ля, когда уже утро-то наступит О, 4.30 Будильник Че это? Ну, сейчас самое время кинцо посмотреть, я считаю Как бы, да Или, может, он просто укорзет кассету с пруфами Предоставит ее полиции Ля, пожалуйста, сделайте так, чтобы Марк вышел У, здорово Ой, бляха Он сзади уже Ну, эти, говорим, ну звездец А все равно мы всегда подали Уже, как бы, ФБР едет Это моя хреста не знал Он как бы на весь мир вот так вот светит Вот Но то, что они вдвоем тут с маньяком Это, конечно, такое сюда Но если Но если выживет О, вкусно Зачем, как мы А как мы так вошли, что ничего не увидели Да, почти скример будет Это, кстати, его мама Мальчик, который любил страшные истории Пластичное чудовище Да иди нахрен Всегда был таким Хеллинг Белк Эй Я тебя спрашиваю Подъем Один мальчик очень любил страшные истории Ого, дни напролет он читал книжку со страшными историями Ух ты О, самое время почитать сказки У мальчика была очень строгая мать Хватит читать эту ерунду Мальчику надоело, что она постоянно командует Это не честно А, это мать про вот этого главного героя Он решил поступить как герой его любимой истории Месть Мальчик пробрался в дом Какой страшный мальчик А, и грохнул мать Осуждаем Он выскочил, закричал, ужасно пугал свою мать Он обожал страшные истории А, ну и мать все, гг Ты чего никогда не пугай своих родителей Как бы есть случаи, когда Там, молодые, такие здоровые чуваки Сердце останавливается и все От какого-нибудь там скримера И все Ну не от такого, конечно А, все время с одной и той же страницы Тупая, ленивая дрянь Да-да-да Как надоело А, бэкс, игрек Закрыто Еще базу, он здесь стоит Нет? Нет Какие странные двери А, здесь заперт, окей Наверх можно Блин, здесь Здесь такое разнообразие Там еще одна комната была Куда мне в итоге идти-то? Смотри Уже стемнело Это какой-то другой маяк Или что? А я тут должна сидеть и волноваться Что ты натворишь дел Или она с другой стороны зашла? Возвращено 28 января Кладбище Святого Павла Чорч Роуд Уважаемый мистер Мюнда И спешу сообщить О проблеме с участком Д-д-д Поскольку в документ укажется на ваше имя Я обязан уведомить вас О недавнем инциденте На участке захоронения Надгробие сдвинута с места Могила раскопана Мне известно, что там Покоится ваша мать Ну, короче, он взял Выкопал мать И... Соответственно, сделал из нее аниматроника Жесть А вот А... Погибла она Потому что этот придурок Ее, короче, сильно напугал Капец, там скрипты работают А, сейчас открыто, да? Нет В смысле? А, ну окей, наверх А ты кто такая? А что? А, типа, там еще сказка какая-то есть А я не читал Я ничего не знаю Ты меня слышишь? Куда он здесь? Там его душат Помочь, не помочь? Ну, помочь, я выберу Ой, здорово Чувствуюсь-то Гочи муча Он не может ничего сказать Потому что задействует дурачок Видео-видео Бежим-бежим Давай-давай Быстрее Абэкс-ыгрик Тихо Тихо Абэкс-ыгрик Можно пульс меня, не Абэкс-ыгрик Походу нет Ля, какой Останься с мамашей своей Все, что ты замотался-то Где гейт? Что такое дополнительный материал? Вот он открыт Что такое дополнительный материал? Нам надо бежать Абэкс-ыгрик Абэкс-ыгрик Марка, мне жаль Курс изменен Курс изменен Курс изменен Может, теперь на лодку надо? Полиция! Полиция едет! Туда! Все! ФБР! Красавчик! Но только один Ты зря сюда приплыл Ну хотя бы что-то Господин полицейский Короче, отсюда нас срочно валить Срочно Во что бы то ни стало Просто взять И свалить А потом просто сюда Пятьсот человек спецназа С вертолета сбросить На парашюте А вот он сейчас сразу Трупецкий заметит Да? Да Да Даже двое Кто там? Чувак, подмога Подмога Тихо-тихо-тихо Ну поднять Поднять Подня... Он уже... Он убил их Дюмэта убил И дочку Охренеть Я сказал Руки держать на виду Все нормально Полиция Хорошо, что вы здесь Помогите нам Пристрели этого В маске Пока я все не выясню Не шевелитесь Так Тревога 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 Черт Обернитесь Вы серьезно? Чел Там у тебя Надо сразу объяснить Тут маньяк Мы ни при чем Нет Абэкс Игрик Класс Класс Вот это вкуснятина Твою мать Еще он просто ему так Минус башка Ну да Ну конечно Вкуснятина Чисто минус три Понятно Пистолет возьми На лодку или на пистолет? На пистолет Бери оружие Бери оружие Бери оружие Бери оружие Надо его пристрелить Сто процентов Куда бежать? Ты что? Да быстрее Ага Почему? Баллончик Абэкс Извините Господин полицейский Мы вас предупреждали Баллончик Я выбрал Я выбрал баллончик Гляну трэш Какой-то полицейский Неподготовленный Вы что там Где готовитесь Вообще Сюда Не А, а ИС Быстрее ИС Оператор Можешь помочь Даме Говна кусок Абэкс и Грек Ну трэш Жми Найс Хотя бы оператора Со звукорежиссером Спасли Обосраться А если бы Она была Все ГГшная Лодка И не завелась бы Ни хрена У нас просто были ключи И под ним мы поняли Что можем отсюда свалить Как-то Обосраться Это короче как Джейсон Пятница 13 Игрушка такая была Модная Молодежная В которой Вы здесь Конечно подставили Некрасиво Вот В которой Короче тоже Нужно было От маньяка Свалить На машине Там на лодке Собрать Вот это все Есть то же самое Марк Да Сейчас Джейн Получилось Мы выжили Ну как бы Только не все Минус 3 Но могли вообще Никто не вышли Извести меня Могли получить Максимально плохую концовку А здесь и оператор вышел Что за хрень Да конечно Ты там на чем ехал то Да это бред какой На джетпаке подводном Или что У меня нету выбора Слово мой Есть а выбора нет Марк Б Успел Хэдшот Хэдшот был Так И кто же это Да в смысле Стоп Этот полицейский Который приехал Икси 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 Я успел на Б. Ой. АБХ, ИГРИК. Может, поможешь? Ага. Вот если мы вдвоём играли, было бы классно. Напасть? Напасть, 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 напасть. На. Да ёпт. А куда прыгнуть-то? В воду? Вы вдвоём-то можете его как-нибудь? Глянь, ну ты мощный. Опять Марк. АБХ, ИГРИК. Опа. А что это такое? АБХ, ИГРИК. Можно пульс? Пульс мне, пожалуйста. А-а-а. А-а-а. Быстрее, быстрее, быстрее. Всё успел. АБХ, ИГРИК. АБХ, ИГРИК. АБХ, ИГРИК. Перцовка? Перцовка, перцовка. Всё, красавчик лучший. Перцовочку взять не просто так. Молодец. Всё, обескуражен. Ага. На. Найс. Нихрена. Всё. Нихрена. До свидания. Ой-ой-ой. Ой, нормально. Сейчас его просто... Месть за режиссёра, братан. До свидания. Айба нехрен. Всё. Пока. Рад был повидаться. Вот так вот должно быть. Да. Чисто. Сборная соляночка. Но как он нас мог в флаг просто догнать до лодки, которая... Ой-ой-ой. А! Ёпт. Прикинь, сейчас мы просто в конце. Обосраться напряжённый финал. Просто обосраться. В House of Ashes такого напряжённого финала не было. Там типа, да, нужно было с этими горгулями драться. И масочка у нас плыла. Но не так, что прям всё. И А, и Икс, и Б, и... Идар. Как у нас в флаге, что может радовать больше, чем эта музыка. После небольшого перерыва вас ждёт классика рок. Да ну нахрен вашу рекламу. Ну реально. Чипчики. Сейчас мы таки на дороге появляемся, типа, помогите, спасите. Это мы упало. А, сейчас нас запьёт. Бля-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Всё, молодец. Всё, мы, короче, к нему садимся, рассказываем историю, возвращаемся домой, вызываем копов. Я смотрю, а они стоят прямо посреди дороги. Руками своими размахиваются. Всё, спаслись, короче. Откуда вы ехали? Форт Уэйн. Я в дороге, считай, уже с трёх утра. Рановато. Ну, я хотел добраться в порт к восьми. Похоже, теперь я уже не успею. Так, курс изменён. Посмотрим, скорее всего, один из последних изменённых курсов здесь. Возможно, я допру. Смотри. Джейми нашла собаку в фермерском доме и отпустила её, когда пряталась от Дюмета. Собака добралась до берега. Чего? У меня не было того, что здесь описывается справа. Типа, мы отпустили собаку, не убили её, и потом в конце, когда была бы вот эта битва маньяка с полицейским, собака бы нам помогла. Я бы понял. Связь. Но до какого берега она добралась? Реально, смотри, всё открыли, красавчики. Сегодня успеете. И, кстати, нам лицо так и не показали. Но оно очень было похоже на полицейского, который приехал на вызов. Как-то дичь. А можно, пожалуйста, прямо объяснить так, чтобы мы все охренели? Ну, как бы и так всё понятно, но... Инкалятор. А инкалятор, кстати, не халпанул. Ну, в принципе, да. И замок вон там сзади. Машинки приехали. Но всё равно очень интересно, будет ли какое-то объяснение, потому что... Объяснён как-то грустно. Опять же, две машины... Мне кажется, маловато. И вот грущий, главное, такой стоит, типа, всё, всех спас, нормально. Интересно, что сейчас будет в концовочке. Какое будет объяснение. Оно 100% будет. И от хранителя какой-нибудь комментарий тоже нужен. Ой, здравствуйте. Ну, два персонажа. Я не помню, сколько мы в предыдущей части спасли с некитом, но... Если бы я выучила бейкс-игрек до этого, мы бы с тобой нашего режиссёра, может быть, и спасли. И, кстати, по поводу режиссёра я сейчас кое-что расскажу. И по поводу выбора вот этих двух героиней тоже. Сейчас прям финала дождёмся и расскажу. Хорошо, что вспомнил. Это всё, типа, список. Кто погиб, кто нет. Чё, тоже жалко, да? Чё такое? Вообще, бац, мы ничего такое здесь к хранителю приходят. Вот такой, ты чё, берега попутал, что ли? Сейчас будет какой-то прикол и, типа, отсылка к следующей новой части, что ли? Или чё? Маньяк-хранитель бежит? Я взял АБХ и Грек. Что? Чё за дичь? Это хранитель, ты его не грохнешь. А, ну, конечно, постучали второго. Всего на свете приходит конец. Но какой конец ждал наших героев? К сожалению, нескольких вы потеряете. Но не все. Что ж, мы ускорбим. Да. Но не по всем. Сейчас объясню, почему. План и... Стоп. Всё, снято. Да. Чарли. Очень похоже, второй сезон всё же. Не запустят в производство. Очень жарен. Девушка удивила всех своей храбростью, но теперь отправилась в лучшую аппаратную на небесах. Ну, в шкафу не надо прятаться. Что на счёт выживших? Изменил ли их этот опыт? Сто процентов. Джейми узнала, как важно доверять другим и действовать сообща. Всё благодаря нам. И Марк перестал ждать, пока другие скажут ему, что делать. Начал сам выбирать свой путь в мире. Это очень важно, я считаю. Я разберусь с бумагами утром. Сможете найти выход? Было, как всегда, познавательно. Уверен, мы ещё встретимся. В будущем. В космической Одиссее, через годик. Давай. Погнал. Он всегда так быстро валит? Типа такой. Ну всё, ладно. Давай. Подвёл итоги и погнал. А чё, хранитель довольно-таки занятой человек вообще-то. Так, масочка. Ну сейчас такая бац и вываливающаяся рука, да? Такая типа. Слишком читаемо, братан. Слишком читаемо. На прикол. Как развивались события, до сих пор остаётся неясным. Нам известно только, что около 7.30 утра водитель грузовика остановился, чтобы оказать помощь. Он вызвал полицию, которая быстро прибыла на место. Пострадавшие были частью съёмочной группы. Лонид Энтертеймент – команда, известная по сериалу «Архитекторы убийств». Охренеть, я их смотрел. Похоже, они слишком близко познакомились со своим материалом. И выжить, боюсь, удалось не всем. К счастью, для уцелевших кошмар закончен. Это чума. Помните, как мой видос завирусился? Ах, да тут забудешь. Ты же постоянно напоминаешь. Что? Ага. За количество просмотров я выиграла приз. Новые дурочки, которые туда поедут, да? Клочная поездка на частный остров. Ахахахаха. Ой, дурочка. Вот это круто. Ой, дурочки. Мистер Дюнет сказал, что за нами приедет на музей. Это будет так круто. В смысле? Он себе новый остров отстроил или что? Там всё сейчас в полиции должно быть. И вон он типа в окне стоит. Чу. Был бы Сайзет, он сказал, какая хрень. Я тоже скажу, какая хрень. В смысле мистер Дюнет прислал? Лимузин. Это песня из интро с хранителем, которую я не услышал. А вы услышали? А теперь такой джаз, блюз. Если я ничего не путаю. Стоп, мы скольких потеряли? Было бы прикольно, если бы, короче, аниматроники из наших персонажей пели бы эту песню. Жёстко, но прикольно. Ой-ой-ой-ой, саундтрек хороший. И это финал. Какая же хрень. В смысле не песня, а финал. Дэн Саксон. Лучше просто саундтрек закрути и 10-часовой. Да. Я думаю, это из интро. Да-да-да. Ой, хорошо. Блин, показали картинки какие-нибудь. Опять же, в конце предыдущей части было прикольнее, потому что... Подводили прям жёсткие такие итоги, что там один погиб от горгулей, другой в пещере, третий от газа и так далее. А здесь просто сказали, что... Те погибли, а эти выжили. Лё, обожаю. Я потом зашазамлю эту песню или как-нибудь найду. И буду слушать. Посмотрим титры, возможно, будет какая-нибудь катсцена. Самый прикол всей этой ситуации в том, что финал не может быть по двум причинам. Именно таким. Во-первых, чел, который попадает... Попадает... В... Вот этот вот винт. И потом мы видим прям пол моря в кровяке. Должен не выжить. Но окей, хрен с ним. Возможно, как-то он выжил. Потом корабль, на котором мы плывем, врезается в остров и взрывается. А он-то к этому крюку прицеплен. То есть он взрывается вместе с ним. Возможно, прикол в том, что это какой-то еще один последователь. Нашел маску, занял его место, стал новым античеллой. Но тогда у меня вопрос. Если это так, то почему полиция не накрыла этот остров, не поставила охрану, не нашла 500 трупецких, которые там были. Все вот эти вот коммуникации. И даже если опровергать эту теорию, что типа это уже какой-то другой остров, он бы не успел так быстро отстроиться и все это сделать. Просто можно было, знаешь, все это объяснить с таким же успехом, как типа, ну, это все был пришелец. Типа, а вот этот маньяк, он пришелец. И он прилетел с другой планеты, и вот вам новая часть, держите. Мы вам все объяснили. Раз, вестец. Хрена титров. Эти чуваки целый год потрачили, чтобы мы с тобой... Разочаровались. Просто в конце. Но эта песня точно длиннее, чем интро. Но это акапелла. И 100% заслуживает лайка. Подписочки. Если это впервые. Летсплей получился классным. В любом случае, мы не потеряли всех персонажей. Это не может не радовать. Вот. Но финал меня так же не может радовать. Потому что я люблю, когда мне все объясняют. Либо оставляют недосказанность. Но вот эта вот хренатень, когда лежит маска, у нас идет зум на нее. Я тебе скажу, типа, как оператор. И как человек, который, ну, много посмотрел фильмов. И любит очень фильмы, там, Нолана и прочее. Когда вот финал такой загадочный. Это такой дефолт. Когда, типа, кажется, что он погиб. Берут его какой-то элемент. Шляпу. Маску. Пистолет. И мы видим какой-то элемент. Напоминающий, там, руку, ногу, жопу. Я не знаю. Что угодно. И, типа, намек на то, что он выжил. Дичь. Так, короче. Нам предлагают пропустить. Давай это и сделаем. Ой, у меня аж джойстик выключился. Охренеть. Пропускаем. И что, будет что-нибудь интересное? Вот это я уже не хочу пропускать. Должна быть какая-то катсцена. Ву. Говорит командир Стаффорд с разведывательного корабля Кассиопея. После успешного прибытия к ориентиру Харибда мы отсоединили ускоритель и в бодром настроении движемся к Тау Кита-Ф. Вот космос приколь на самом деле. Корабль получил удар по корпусу, но ущерб минимален. И наши техники скоро устранят себе повреждения. Не устранят, скорее всего. Забегая вперед. Это Томас Картер. Симс не в себе. Она пытается меня убить. Думаю. Но там будет уже и космонавт. В следующий раз мы выйдем на связь уже с орбитой будущего Дома Человечества. Колонизаторы Марса, все такое. Прикольно. Но там снова, скорее всего, будут эти пришленцы. Это Стэнфорд. И вот Dark Pictures Directive 8020. Сезон 2 премьер. Спасибо за отсутствие звука. Именно, кстати, вот в этих сценах звук отсутствует у меня одного. Походу. Ну, возможно, у кого-то еще. Потому что я смотрел там других ЛСП-щиков, куплю новые и так далее. У них был звук в вот этих вот кассетах. Когда мы узнавали про маньяка историю. И все, да? Обосраться. Devil in Me. Вот такая вот игрушечка. А теперь те два момента, которые я тебе хотел рассказать. Сейчас мы уже с тобой полностью получили представление об игре, финал, все такое. Сейчас можно уже полностью спойлерить. И вот в чем заключается два спойлера. Если бы мы с тобой спасли режиссера, то потом, или не спасли бы, короче, не суть. Суть в том, что в сцене какой-то, где должна героиня то ли погибать, то ли что, короче, появляется надпись кровью. То есть кто-то из главных персонажей пишет кровью, что Чарли, наш режиссер, типа, все знал и он на самом-то деле виноват. То есть, если бы мы с тобой кого-то, скорее всего, засейвили, у нас реально была бы эта сцена. И мы с тобой узнали, что действительно Чарли виноват. Почему? И мне это рассказал Сайзет на самом-то деле, потому что у него была такая сцена. Почему нам это никак не обыграли в сцене с этой дробилкой, я понятия не имею. То есть игрок, который все-таки просрал Чарли, он вообще об этом никак не узнает. Нет, как по мне, было бы круто реально, знаешь, обыграть какой-то небольшой буквально диалог, в котором Чарли такой, нет, не надо, мы же договаривались, мы с тобой подписывали контракт. И этот такой, знаешь, по-моему, ничего, такой стоит, типа, на мосту такой, кивает, нет, ни хрена. И все, и он, типа, его келяет. И мы бы такие, ни хрена себе, так он был в сговоре. А узнавать это, типа, от человека, который просто получил другую концовку и другую кат-сцену, и потом пересматривать в Ютубе вот эти вот бесконечные видосы в рекомендациях, как там что должно было произойти и могло быть, чтобы у тебя картинка в общей пазл сложилась только тогда, когда ты посмотришь все кат-сцены, ну, это типа дичь. И, то есть, Чарли все знал, он был, типа, виноват, поэтому не жалко, что мы его в эту дробилку запихнули, это он всех подставил, на самом деле. А потом еще, короче, обыгрывается, что на самом-то деле это подстава, вроде как, и Чарли никого не знал, но это я уже, кстати, не помню. Но, по-моему, что-то я такое тоже слышал, что вначале пишут, что он предал всех, потом пишут, что не предал, короче, не ясно. А еще один прикол, когда мы с тобой были в комнате и выбирали нажать кнопку, либо не нажать, и типа, соответственно, кого из героев убить, вроде как мне, опять же таки, Сайзет сказал, что при этом в выборе, если бы мы выбрали не Кейт, а Эрин, по-моему, ну, вот эту вот звуковичку, которая в итоге выжила, выжили бы обе девушки. Вот, то есть это довольно-таки рандомный выбор, я понимаю, 50 на 50. Но мне почему-то показалось, что когда, типа, представь, вот одна здесь, другая здесь, едет уже стена, и вот этой героине, у которой прям стена, можно сказать, перед носом, нужно нажать кнопку, потому что, как бы, отрезок времени, за который стена поедет обратно к Кейтарин, или как там ее зовут, уже забыл, он намного дальше. И, соответственно, ей что-то придумать, ну, намного логичнее. Но, оказывается, нужно было не нажимать, ее там, вроде как, бы спасли. Вот. Это, наверное, пожалуй, все, что я хотел сказать. Вроде больше никаких спойлеров не ловил, хотя я сейчас реально уже загружу видосик для вас, и сам пойду, наверное, смотреть какие-то объяснения в Ютубе, потому что, ну, если честно, слабовато. Реально, герои какие-то, чел, который боится высоты, но при этом ходит, паркурит по всем, там, пыльным библиотекам. Токсичка это Кейтарин, который ничего не нравится. Режиссер, который вообще, типа, насрать на человеческие жизни, ему главное, типа, контент снять. Вот, оператор красавчик. Он, как бы, боялся, но пофиг, переосилил страх, и нам, реально, хранитель сказал, что по итогу он, там, переборол себя, стал действовать осознанно и так далее. Молодец. И, ну, в принципе, звуковичка, вроде как, тоже никого не обижала, вот, поскольку я помню. Поэтому два персонажа выжили, и окей. Но финал вот с этой маской, ну, это реально уж слишком читаемо было. И, типа, ладно бы это было читаемо, но объяснимо. Здесь это максимально необъяснимо. Не может так быть. Я не любитель. Точнее, я любитель фантастики определенного рода. Если вы целиком строите историю на том, что у вас прям взят реальный персонаж, реальный маньячелло, появляется его подражатель, у него что-то там происходит. Но в конце его перемалывает винт, взрывается катер, и как-то он выживает. Это, типа, дичь. Серьезно. Прям вот максимальная дичь. И мне это вообще не зашло. Я не фанат был Гаргулей в предыдущей части, но даже там мне финал понравился больше. И дело не в том, что мы их победили, а просто, ну, типа, прикольно. А еще, кстати, мы также с Айсдом объясняли, обсуждали такой момент, связанный с неожиданностью. То есть, в предыдущей части House of Ashes мы буквально в последних двух сериях поняли, что здесь на самом-то деле происходит. Что внутри этой гигантской пещеры есть какой-то большой кокон, из которого вылупляются эти Гаргулии. И все, до этого мы максимально не понимали, откуда они здесь, что они здесь делают, что здесь забыли. А здесь уже прям с самого начала, когда мы приезжаем на этот остров, мы понимаем, ну, все, нам звездец. Вот, и с этой точки зрения тоже игрушка довольно-таки предсказуема, что не очень круто. Вот, поэтому, если вам понравилось данное видео, обязательно поставьте ему палец вверх. Также не забывайте оставлять комментарии. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение, возможно, какие-то мысли, идеи. Может быть, вы проходили игру на другие концовки, знаете, какие-то скрытые элементы. Реально обязательно пишите. Будут читать, лайкать и, соответственно, другие ребята, которые также будут заинтересованы в прочтении. Также можете спускаться, если там будут советы, будет очень-очень круто. Вот, поэтому также нажимайте на колокольчик, включайте все уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видосов. И также подписывайтесь на все ссылочки из описания, группы ВКонтакте, Телеграм-канал. Там много тоже классной годноты, особенно ВКонтакте, если ты часто сидишь. Можешь просто подписаться на группу, включить уведомления и всегда быть в курсе выхода новых видосов. Вот. Ну, а с вами был ваш Дакстр. Всем хорошее настроение, всем удачи и всем пока-пока. Увидимся в новой игрушке. Эй, братан, подпишись на мой канал. Ведь это так просто сделать. Эй, братан, подпишись на мой канал. Ну, чё тебе стоит-то это, ну? Эй, братан, подпишись на мой канал. Ну, а также поставь свой палец вверх. Эй, братан, подпишись на мой канал. И огромное спасибо тебе за просмотр.